Микс Ньюс Обстоятельные ответы На коммунальные вопросы В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Еще раз добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться И у нас на прямой связи Председатель правления центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко Добрый день Добрый день Я напоминаю, что можно звонить, задавать вопросы По телефону 67-212-93-9 67-213-93-9 Или писать ваши вопросы нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1-2-0-0-0-6-1-9-1 Мы, наверное, продолжим тему Которую затронули на прошлой неделе В нашем прошлом выпуске программы Добро пожаловаться Это ремонт квартир Поскольку, наверное, сейчас это Одна из самых актуальных тем Все-таки вот с наступлением теплой поры Начинается активное приведение дому в порядок И наверняка, ведь здесь много подводных камней Связанных с тем, что если этот ремонт затрагивает сразу несколько квартир Ремонтируется, например, там стояк Проходящий через несколько квартир Здесь возникают всевозможные сложности Пускают жильцы в квартиру Не пускают жильцы в квартиру Как это все происходит Вот насколько сейчас вот эта ситуация, например, с коронавирусом Может повлиять на какие-то решения подобных вопросов Ну, например, на принятие решений там всем домом Собраний На что тратят деньги Накупленные, вот скажем, на ремонт Где какие вот требуют К там крыше, условно говоря Там стояки или там подвалы Требуют своего вмешательства Вот сейчас общие собрания, я не знаю, у вас Вот в кооперативе БАК-2 проводятся Ну, как вот решаются у вас эти проблемы? Ну, до последнего момента никаких собраний не проводилось Это были соображения эпидемиологические Было запрещено Во-вторых, для того, чтобы принимать решения Относительно ремонтов домов и работ, производимых в домах Скорее всего, нужно проводить информационную кампанию И если нужно личное общение Тогда в порядке личного общения Хотя, опять-таки, здесь Сейчас ограничения, связанные с эпидемией С ковидом Но какие-то небольшие собрания можно устраивать А в принципе, процедура для самого принятого решения Это очень удобная форма, это письма Когда людям сдаются бюллетени для голосования И человек, получивший и хотевший, я хочу подчеркнуть Получить информацию Сначала с ней ознакомился И имеет возможность взять ручку Спокойное средство А потом посоветоваться с близкими И принять соответствующее решение Насколько, да, вот насколько вот сам вопрос Может быть, на что тратят деньги Он решается кем? Вот опять-таки, общим собранием Кто предлагает? Потому что здесь ведь тоже наверняка Там могут сталкиваться интересы Если протекает крыша Там заливаются верхние этажи Их интерес в первую очередь Разобраться с крышей Где там подвалы не в порядке Там, наверное, первые этажи больше заинтересованы Ну, здесь вопрос, наверное, надо рассмотреть Немножко по-другому Если в доме вообще имеется решение В доме имеется накопление на капитальный ремонт И решение о том, что такие усносы должны быть То те случаи, которые описали вы Являются вариантом компетенции управляющего Если течет И это оговорено в правилах кабинета министров Либо разрушается То управляющий обязан проинформировать собственников О том, что такая проблема существует А собственники обязаны обеспечить ремонт То есть здесь особо больших решений не надо На то, чтобы заткнуть Ну, или отремонтировать текущее, локальное текущее место на крыше Или что-то там исправить в подвале Здесь вопрос компетенции управляющего Он должен достаточно быстро отреагировать на такую ситуацию И по возможности быстро ее устранить А собственники обязаны оплатить Немножко, наверное, вещь должна идти о другом Допустим, на сегодня практически в большинстве домов города Риги Квартирных трубопроводная система пришла в полную негодность Из-за ее старости Она небезопасна с точки зрения эксплуатации Потому что она может в любой момент В любом произвольном месте лопнуть Может прохудиться труба Где угодно Это с этой точки зрения Второе То, что эти трубы уже в силу очень большого срока службы В них внутри отложений Там, скажем так, там происходит своя жизнь Мы уже наслышаны о том, что есть опасность лекионеллы Я думаю, что там и другие бактерии существуют Поэтому, на самом деле, если мы не говорим о том, что Если мы говорим о том, что у нас в доме нет опасности Со стороны увлажнения конструкции, скажем там Через какие-то повреждения То следующее, самое актуальное вопрос Это полная замена трубопроводной системы Водоснабжения и канализации во всем А если мы говорим о том, что постепенно действительно Дома приходят в негодность Все-таки большинство домов было построено Наверное, в Риге уже более полувека Там получается 70, может быть, даже 80 лет назад В этом случае все это требует капитальных ремонтов Каких-то больших вложений А если мы говорим о нынешней ситуации То как раз-таки сейчас многие люди Или потеряли работу, или сократились доходы То есть свободных денег у жителей нет Как быть в этой ситуации Если в каком-то обозримом будущем Действительно, жилой фонд потребует Больших денежных вложений Для таких капитальных ремонтов Где взять эти деньги? Во-первых, дома требуют ремонта И, скажем так Тот фонд, который был построен в советской вине В основной своей массе Он находится на середине своего предусмотренного срока службы То есть эти дома планировали Что они будут стоять 100-125 лет Ну, где-то вот сейчас они Эксплуатация находится 50 лет И, естественно, что они требуют ремонта Для того, чтобы реализовать Заложенные проектантами полный срок службы И чтобы они отслужили Рядка 100-120 лет Сейчас требуется обновить Внутренние коммуникации Требуется провести Профилактический ремонт Конструкции наружных И, естественно, требуются периодические ремонты кровли Это нормальные текущие ремонты Я бы не сказал даже капитальные ремонты Это просто ремонты, которые необходимо было предусматривать И которые нужно было планировать По мере эксплуатации зданий Кстати, в советское время Были так называемые Амберизационные отчисления Которые накапливались Для того, чтобы В соответствующие нормативные сроки Провести такой ремонт Сегодня, если мы ссылаемся На тяжелое состояние населения Материальное Ну, наверное, этот фактор имеет место быть Я бы сказал так Здесь есть такое Ну, как бы сказать Речи, что ли Денег нет Но здания это терпеть тоже не могут Они не могут эксплуатироваться В таком состоянии И при таком уровне финансирования Бесконечно Либо людям будет негде жить Либо людям нечем платить Но Когда людям нечем платить И еще не будет жить Но это будет вообще Ситуация близкой катастрофе Решение одно Во-первых, эти затраты не столь высокие Это первое Второе При реализации этих ремонтных работ Все-таки происходит одновременно После их реализации сокращения затрат населения В определенной степени Сегодняшний день Значительных средств Требуют расходы И если имеются расходы На поддержание аварийной службы И ее услуги И потом после аварийной ремонта Это тоже деньги Довольно значительные Которые сегодня тратятся Просто в никуда Потому что сегодня Рвануло здесь А завтра через 10 сантиметров Мы непрерывно качаем туда деньги А если Да Да-да, слушаю Да, ну вот А если, в принципе, тогда Пофантазировать И заглянуть в будущее То есть эти дома находятся В середине Своего срока службы Пока я понимаю Денег хватает на то Чтобы латать Ну какие-то вот Рвущиеся Словно говоря Ниточки А еще пройдет Ну хорошо 30, 40, 50 лет Мы заглядываем так Далеко в будущее Чтобы представить себе Когда этот фонд Жилой начнет действительно Выходить Ну подойдет к концу Его срок службы И что тогда То есть по идее Нужно сносить дома И строить новые Но Опять-таки Где будут жить люди За чей счет будет этот банкет То есть люди Которые покупали квартиры Может быть выкупали Приватизировали Их дети Смогут ли они себе Позволить купить Просто новое жилье Ну это уже вопрос Не к домоуправлениям С сегодняшнего дня Я бы сказал так На самом деле Там есть еще один Очень существенный Пласт На который нужно ответить О котором нужно думать сегодня На сегодняшний день Допустим Если мы говорим На территории города То она порвана на клочки В виде Частной Прав Частной собственности На землю Вся рига разодрана На мельчайшие клочки Скажем так Давайте представим Ситуацию сегодня Допустим Мой дом Стоит на Земле Которую мы Сами приватизировали То есть Это нам Принадлежащий Участок земли И это очень Большое благо Если такое Произошло Потому что Когда У нас К сожалению Какая-то проблема Получилась со связью Я Попробую сейчас Заново связаться И напоминаю Что Это программа Добро пожаловаться Если У вас Есть вопросы К Сергею Сидорко Председателю Правления Центра консультации Собственников квартир Вы можете Дозваниваться К нам По телефону 67212 93 9 67213 93 9 Или Я Извиняюсь Просто Свою связь Я Приняшу Да Мы можем Продолжать Да 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 И вот Получается Что у нас Территория города Порвана На клочки Вот мы остановились На этом Частная собственность На землю Которая Тоже создает Большие-большие Проблемы Для собственников Жилья Ну это Создаст Проблемы Для всех Потому что Начнем с того Что Хорошо И вот У нас На сегодняшний день Допустим Я живу в доме Которую Ну уже По технической Крутинистике Необходимо Сносить Да По которой Необходимо Сносить И Где мы будем жить Пока у нас Будет благо Хотя бы одно Что мы сможем Построить На этой земле Какое-то Другое здание Но Тут Сразу возникает Вопрос А будет ли Это здание Соответствовать Интересам Нового общества Скажем так На самом деле Наши 60 Собственников Квартир Мы можем Построить здание И инференцировать Строительство здания Но опять-таки Для себя любимых А может быть Вообще По всем нормам Предостроительства Для себя нужно Запускать инвесторов Как это делается В Москве Допустим На сегодняшний день Строится здание Ну совершенно Других параметров Другой емкости И так далее И в итоге Там удовлетворяются Потребности Сразу большего Количества людей Здесь начнется Очень большая проблема Во-первых С землей Вообще строить Не строить Кто может строить Кто давать Потому что сначала Для того чтобы Даже если есть Инвесторы Даже если все То эти 60 собственников По нынешнему законодательству Должны между собой 100% удается Что они Приимут Этого инвестора И позволят На их собственнике Строить Так или иначе Потом какие Если мы Среди этих 60 собственников Добавится еще Это инвестор Какие будут у них Отношения С этой землей Там Заложа Страшнейшая На самом деле В это дело Потом Если строить Новое жилье И сегодня Говорят Давайте строить Новую землю За жилье Но Везервы города Риги Сегодня по земле Я думаю Достаточно Полно исчерпаны То есть Вряд ли Там есть Еще большие Количества Районов Для застройки Для такого Для массовой Застройки Значит Город должен Убегать Вообще Сам от себя Он должен Убегать Куда-то Вглубь И там Развивать Страшные Деньги Ну да И как это Будет Никто не понимает А если Скажем Здание Уже Ну такое Приходящее В негодность Стоит на территории Или хотя бы Залезает на территорию Частного Собственника Земли Вот здесь Как Можно Нужно ли Договариваться И как происходит Вот это Договаривание По поводу Если Хотим снести Это здание Построить Новое Ну здесь Никак Без собственника Земли Дело в том Что Если вот Мое здание Стоит на частной Земле И я арендую И все нормально И мы Каждые Там Скажем По сегодняшним Ставкам Каждые 15 лет Выкупаем Эту землю Фактически И продолжаем Платить В таком же Размере То есть Собственных Земли Каждые 15 лет Получает Отчаянную Катастро Выкупаем Стоимость 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 И просто Сохраняет Свои Права На Земле Полностью Но Если Мое здание Приходит В негодную Которое Стоит На его Земле По закону Я обязан Очистить Землю А дальше Как Он В праве Распоряжаться Этой Земле Так Он Хочет Может Не Дать Развещение На Строительство И будет В своем Полном Праве То есть Мы Скажем Если Нам Осталось Эксплуатировать Здание В порядка 60 лет Ну Так Условно То получается Что мы Четыре Раза Выкупим У собственника Земли Землю И уйдем Оттуда Солонно Хлебавшей Причем Еще Очистить Для него Землю За свой счет То есть Снос Здания Вывоз Строительного Мусора Это все За счет Жильцов За счет Собственника Поэтому Тут Вообще Это земельная Реформа И эти Разделенные Собственности И так далее Это такая бомба Которая Рванет Но не сейчас 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Я видел Что были Звонки Просто Не успел Их Принять Звоните Если Есть у вас Вопросы Или пишите Пишите нам На номер 2-3-0-6-1-9-1 Здравствуйте Доброе утро Добрый день Добрый день У меня вот такой вопрос Было собрание В кооперативном обществе По утверждению По внесению Изменений И утверждения Устава В соответствии С новым законом Председатель Не пустил Двух Человек Которые имели Генеральную доверенность На участие В общем собрании Ссылаясь На то Что по Старому Уставу Который Уже не имеет Веридической силы В него не внесены Изменения В соответствии С новым Законом То что Можно дать Доверенность Член кооператива Может дать Доверенность Члену кооператива Но В законе О кооперативных Обществах Есть особая Статья Которая Дает Право Участвовать Лицам Которые Могут Присутствовать По закону То есть Особая доверенность Не требуется Лицам Которые Представляют Членов На основании Закона Эти лица Определяют Документ Удостоверяющий Их право На представительство Пожалуйста Прокомментируйте Эту статью Закона О кооперативных Обществах Что это Действительно Генеральная доверенность Которая дана И человек Может присутствовать Председатель Не дал мандат Для голосования Этим лицам Законно ли это Или нет Спасибо Спасибо Ну в принципе Я не знаю Зачем там Генеральная доверенность Оформленная В интерьете И упомянутая В генеральной Доверенности Право Представлять Интересы Членов Кооператива На собрании Кооператива Потому что Если мы Генеральной доверенности То в ней Жестко Перечисляются Все те Полномочия И все те Функции Которые Доверитель Передает Доверенному лицу По сути дела В законе О кооперативных Обществах Было Было В предыдущей Интересы Голосовать И принимать Решение На таком-то Собрании Этого Было Достаточно Этого Достаточно И в новом Только Единственная Разница Что если В прошлом Законе В редакции Закона Не было Ограничений На количество Доверенности В одних руках То В этом Законе Есть Предусмотрено В новой Редакции Закона Ограничения Не более Трех доверенностей Один человек Не может представлять Более трех членов Кооперативных Вот вся разница Между этими Законами Чем руководствовался Ваш председатель Я не знаю Опять-таки Я могу сказать Что генеральная Доверенность На мой взгляд Не совсем то Что нужно Но если в ней Предусмотрено Право Принеряя участие В голосовании На собрании Ну наверное Тогда он нарушил Закон А если нет То Не знаю Традно сказать Так Шесть Да Право Доверять Своё Присутствует На собрании И принять голосовать От имени лица Есть на сегодняшний день У всех членов Кооператива То есть Давать такую доверенность Еще более Я подчеркну В новой редакции Закона Предусмотрено Что члены Кооператива Не ранее Чем за две недели До начала Собрания Поскольку Собрание Объявляется За месяц То в течение Последних Двух недель Они могут Проголосовать По всем Или по части Вопросам Вписненно Сдав Это Свои Свои Голоса Или Свои Ну Свой голос За или Против Каждого Вопроса Повестки Дня В управление Кооператива И управление При проведении Собрания Должно Учесть Это голосование А вот Если Условно Собственники Квартир Лицо Являющееся Собственником Квартиры Не может Прийти На Может быть Это пожилой Человек Инвалид Может быть Много Всяких Кто Может Представлять Его интересы Это член Семьи Давайте Мы разделим Здесь Собственник Квартир Только Собственником Квартиры Может быть Членом Кооператива Но Не обязательно Что Собственник Квартиры Является Членом Кооператива Поэтому Если Мы говорим О том Что Член Живичного Кооператива Сам Лично По каким-то Причинам Не может Прийти Или Ну Не может Прийти Давайте На собрание Участвовать Он Может Выдать Писменную Доверенность Любому Лицу Которому Он Доверяет Соседу Брату Свату С жене Сыну И так далее И это Простая Рукописная Доверенность Который Дива Такой-то Доверяет Такому-то Лиццу Принимать Участие В таком-то Собрании И голосовать Это Все Не нужно Заверять Не нужно Ничего К нотариусу Просто Листочек В уставах Зачастую И это правильно В уставах Зачастую Оговаривается Порядок Регистрации Таких Доверенностей Потому что Сложно Проверить Вообще Что это За документ Если Там Вы приходите В момент За 3 секунды До собрания И начинаете Этим документом Манипулировать Предлагать Его принять На самом деле У нас Кооператив Так что Не позднее Чем за 3 дня Собрания Такие Доверенности Приносятся В кооператив Они регистрируются Тогда можно В спокойной Обстановке Проверить От кого Кому И так далее Сверить документы И все нормально И это работает Я не вижу Здесь Проблемы Какой-то 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Телефоны Прямого Эфира Программа Добро Пожаловаться И Председатель Центра Консультации Собственников Квартиры Председатель Правления Кооператива БАК-2 Сергей Сидорко У нас На связи Мы Возвращаясь К вопросу О ремонтах Что Могут Где Какие Границы Вот этого Ремонта Что можно Делать В своей Квартире Что Можно ли Ну условно Говоря Несущие Стены Трогать Где Вот эти Грани Которые Можно делать Без Ну вот По своему Желанию Где нужно Получать Разрешение На Какие То Более Радикальные Шаги Вот По ремонту И Когда Можно Например Производить Этот ремонт В какие Часы Чтобы не Мешать Соседям Ну давайте Мы сразу Обусловим Что такое Ремонт Если Мы имеем Ввиду Косметический Ремонт Квартиры То есть Ну элементарно Пока Поменять Обои Покрасить Стены Поменять Покрытие Пола И победить Потолок То Это Вообще Не требует Согласовать Что Все остальное Если вы хотите Какую-то Минимальную Перепланировку Делать Хотя бы Даже Минимальную Стихар Расширить Дерные Проемы Устранить Перегородки Я говорю Не стены А перегородки То уже В этом случае Вам нужно Пригласать Архитектора И Дальше Ваш Ваш Вот Замысел Он будет Выражен В документальном Виде В виде Двух Есть два Варианта Документов Первый Это Карта Упрощенной Риновации То есть Это просто Архитектор Как специалист Вместе с Состоятельным Инженером Констатирует Что вы Затрагиваете Толго Перегородки То есть Ненесущие И на это Вы не вправе Решать Это решает Именно Строительный Инженер И он В этом Случае Делает Вариант Ну я Как Самый Распространенный Например Это допустим Снимается Перегородка В сантехнических Помещениях Между Валдой И туалет Очень Распространенный Витя Ремонта Или Значит В этом Случае Архитектор Делает Карту Вопрощенная Виновация Где Отмечаются Изменения В планировке Квартиры Которые Вы должны После Соответствующего Согласования В БУ Регистрация В БУ Валды Подать В земельную Службу И там Будет Зарегистрирована Перегистрация Вашей квартиры Почему Важно Даже Такую Незначительную Вещь Регистрировать Потому что У вас Инвенитер Законостроенное Изменительное Дело Или ранее Называлось Инвенитеризационное Дело Должно Полностью Совпадать С тем Что у вас Есть В квартире Объединяясь На вся Перегородка Вы Как правило Уменьшаете Количество Помещений По инвентаризации Не площадь Меняется А просто Количество Помещений Что тоже Может стать Препятствием Или Таким Несоответствием Может стать Неприятной Неожиданностью При смене Собственности Если вы захотите Отчуждать Наследовать Там Могут Разникнуть Проблемы Это Первое Если вы Хотите Расширить Придверные Проемы Сделать Объединить Помещение Но уже Перетрагиваясь К несущим Конструкциям В этом Случае Создает Проект То есть Там уже Предусматриваются Определенные Работы Которые Должны Предусматриваться Работы Которые Позволяют Укрепить Несущую Конструкцию То есть Чтобы после Работы Она не была Ослаблена И там Может требоваться Серьезное Соответствование С другими Собственниками Потому что Это вы касаетесь Общей части Имущества И там Вам придется Сыграть До 2-3 Голосов За разрешение Вам Сделать Такую Перепланировку У нас Звонок Есть Здравствуйте Да Господин Сидор Еще раз Насчет Шума Вот Многие Жители Возмущены Особенно Женщины Там С малыми Детьми Что вот Сосед Что-то делает Сверлит Шумит Я например Сам В своей Квартире На 9-м этаже Флексом Значит Проводку Там Штробил Там Такой был шум Вибрировал Весь 9-этажный дом До 1-го этажа Сам пугался Вот что Нужно Раньше Такие Вывешивались Разрешения На квартиру От домоуправления Вот любого Жильца Можно ткнуть Сказать Вот у него С 9-ти до 7-ми Разрешено И отстань от меня Вот Поэтому Вот как это Узаконить Чтобы все Было законно Чтобы и люди Не возмущались И строители Могли работать Всегда сверлить Надо там Пилить Резать чего-то Не снося Стены Спасибо Спасибо Особого Особого Регулирования Нету И Мне очень трудно Сказать Потому что И нормы шума Это тоже Вы не должны Превышать Определенные Шумовые границы Но Производство Таких работ Как штропления Ну К правилу Они превышают Ну Я могу сказать Как мы всегда В кооперативе Мы во-первых Исходя из предыдущего Опыта Ограничили Время Шумовых работ Скажем С 10 до 13 И потом С 15 до 17 Часов Ну Условно говоря Может быть Часто туда-сюда Мы изменили В связи с тем Что Ну Чтобы Учитывать Не только Отдых Люди Которые работают Ну И то Что в домах Все-таки Есть маленькие дети Которым Нужен Какой-то Период Тишины В дневное Время Ну Приходят Люди Которые Будут Делать Ремонт Получают У нас Такое Согласовало Такое Объявление О производстве Шумовых Работ И Я считаю Очень важным Фактором Отповестить Своих соседей О том Что вы ведете Такие работы И в какой Период времени Потому что Все мы люди Все мы Понимаем Что И нам Или поздно Придется Вести такие работы Но только Весь вопрос О том Что если ты приходишь Домой И ты в неизвестности И вдруг Начинается Треска Стены Грохот По всему Дому И это все Происходит в непредсказуемое время И ты не понимаешь Насколько долго Это вызывает Зачастую Очень большие конфликты Поэтому Здесь важно Соблюсти Определенные правила По общежитию То есть По возможности Сократить время Таких работ Ну и оповестить Соседей О том Что это Будет Конечное время Они Не Не на всю жизнь Бывают Такие Любители Которые Ведут Ремонты Месяцами Ну да У нас Есть Вопрос От Ирины Пришел Такой Сейчас В правительстве Решается вопрос О решении Всех вопросов Между жильцами Решением 50 голосов Плюс 1 голос По всем вопросам Что это Она имеет ввиду Все вопросы Я не знаю Что Это не компетенция Правительства Правительство Может внести Какой-нибудь Законопроект Это компетенция Сайма Но У нас На сегодняшний день Количество Необходимые Квором Для принятия Решения Оговорим В законе Квартирной Собственности И там Есть Разные Случаи Я не думаю Что такое Будет повально Для всех Универсальный Такой Такой универсального Корма Не будет Потому что Есть вещи Связанные С общей Собственностью Там вообще Там Где касается Изменений Или какого-то Движения В плане Общей собственности Там Стопроцентное Согласие Должно Это база Принцип Из гражданского Закона Поэтому Надо Ожидать Что Готовит Законодатель Да Да Ну и Вопросы Наверное Да Связанные Может быть С тем Что во время Ремонта Естественно Появляется Мусор И вот Кто убирает Мусор Вывозит Этот мусор Какие обязанности Здесь могут Быть Строительные Отходы Да Вообще В принципе Правила Мусора У нас Есть Бытовой Мусор Он Делится На Сортированный Несортированный То есть Общие Бытовые Отходы И есть Строительный Мусор Обои Линолеум Обломки Кафеля Ну и Все остальное Что мы Производим В результате Ремонта Это является Строительным Мусором И должно Вывозиться С тем Кто производит Мусор Этот Обеспечивается Убор Вывоз Собственных Кафтеров И это Платная Услуга Которую Оказывают Любые Компании Которые Обслуживают Мусор Они Пожалуйста Если надо Они подгонят Вам контейнер Если большой Объем Ремонта Если нет То вы можете Заказать Другой Способ Вывоза Но Это Отдельный Вид Мусора Который Должен Оплачивать Собственные Квартиры Которые Производят Ремонт Если Ремонт Происходит В доме Целиком Общих Коммуникаций Допустим Меняем Коммуникации Меняем Трубы Там Посмотреть Подготовиться Подготовить Может быть Расширено На ваши Вопросы Потому что Сейчас Получается У нас Буквально Три минуты Остается Вообще Времени И Ответ Может Получиться Скомканы До новых Встреч Когда Мы Ответ На Ваши Вопросы В следующей Программе До свидания Продолжение следует